Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очень интересный и важный выпуск, посвященный безопасности употребления лекарственных растений и целеполагания, связанные с пищевым их применением. И сегодня я в гостях у очень авторитетного эксперта Ирины Гудаевой. День добрый! Травяной чай – это именно в первую очередь питание. Да, он может быть оздоравливающим эффектом. В принципе, я когда составляю лечебные сборы, я по возможности стараюсь составить так, чтобы их можно было использовать данному конкретному человеку, именно как чай, чтобы это не лекарство было, которое нужно заставлять себя пить. Не вкусное, да. Да, по возможности, чтобы это было вкусно, чтобы это хотелось выпить. Но вот те чаи, которые мы покупаем, это именно оздоравливающий эффект. Что действительно стоит опасаться при употреблении трав и травяного чая? Давление, противопоказания. Обратите на что внимание? В чайной смеси не должны входить сильнодействующие травы. Как правило, они, кстати говоря, невкусные. Не должны входить сильнодействующие травы. А вот эти травы-гармонизаторы, они, в принципе, приемлемы практически для всех. Но, опять же, иногда бывает индивидуальная непереносимость, бывают индивидуальные противопоказания. Учесть этот очень также нельзя. Но, извините, в общем-то, например, элементарный сахар, то есть, есть люди, которым его просто нельзя. То есть, тот продукт питания, который приемлем абсолютно для всех, есть люди, для которых этот традиционный продукт питания неприемлем. Такие вещи это человеку, конечно, уже нужно знать. Это я уже отношу именно к индивидуальной непереносимости. Если мы используем травы широкого спектра действия, травы-универсалы, без явно выраженного какого-то действия, то за исключением индивидуальной непереносимости у них противопоказаний нет. Это как раз вот те травы, которые традиционно используются у нас именно как чаи, как чайные добавки. Плюс, опять же, чайная концентрация и лекарственная концентрация, они разные. Лекарственная концентрация, это мы начинаем от столовой ложки, когда мы завариваем, и больше. Чайная концентрация, это, как правило, традиционно идет чайная ложка травы на стакан воды. Соответственно, концентрация меньше, и, соответственно, в общем-то, действие будет гораздо более мягкое, гораздо более аккуратное. О лекарственном воздействии тут уже не будет идти речи. Тут именно оздоравливающее, гармонизирующее воздействие. Ну и опять же, за счет снижения дозировки снижается риск, если неизвестно, что у нас на эту травку какая-то индивидуальная реакция есть, такое тоже бывает. То есть за счет дозировки мы получаем более маленькую концентрацию, более низкий риск вот этих вот непредсказуемых реакций. То есть чаи, они всегда по определению гораздо более безопасны, чем именно лекарственное применение. А травы часто могут быть именно одни и те же, но отличается именно дозировка в первую очередь. Чаи, даже если мы используем как питание, то их нужно менять, периодически чередовать, иначе появляется потенциал такой уже лекарственный. Ну, скажем так, такой момент, конечно, тоже присутствует, но, во-первых, именно за счет того, что это чайная концентрация, а не лекарственная концентрация, этот накопительный эффект будет идти дольше. И он будет вполне компенсироваться тем, что эти вещества вполне выходят из организма, выводятся из организма, в отличие от очень многих лекарственных препаратов, аптечных. Это раз. И, во-вторых, часто ли вы пьете очень долго, постоянно один и тот же чай? Однажды он надоедает, и я хочу чего-нибудь другого. То есть на самом деле организм хорошо сигналит, что хватит вот этого чая, давайте что-нибудь другое. Согласен, да. Нужно обратить внимание, во время беременности очень многие привычные для нас травы могут быть противопоказаны. Например, та же душица, которую мы очень любим пить именно как чай, как чайную добавку, во время беременности она достаточно серьезно противопоказана. То есть здесь это, конечно, надо учитывать. И что касается детей, вот с какого возраста детям можно безопасно давать травяной чай? С того момента, как они вылупились, сразу как они родились, можно давать именно травяной чай. На самом деле вот та самая укропная водичка, которую рекомендуют деткам, когда газы мочают, когда газообразование, это не что иное, как заваренные семена фенхеля. То есть в принципе это можно расценивать как фенхелевый чай. То есть именно с того момента, как они родились. Другое дело, что какие травы, то есть опять же это вот и дозировка должна быть детская, это должны быть те травы, которые категорически нетоксичные тут, естественно, мягкого действия. Это вот те самые травы универсалы, но тем не менее, в принципе, есть травки, которые можно давать деткам с рождения. Травяной чай вы не пейте, его только по показаниям врача нужно употреблять. Я думаю, что если мы имеем хоть какое-то небольшое знание касаемое трав, опасаться здесь абсолютно нечего. Ну да, а по показаниям врача это вот те самые чаи, которые плавно переходят уже именно в лекарственные сборы. Это уже действительно лекарственные препараты, но другое дело, что они будут фактически чай, подобранный конкретно для этого человека, по его показаниям, по его проблемам. Да, его можно будет конкретно этому человеку пить именно как чай, но это будет конкретно для этого человека, для его проблем. Для кого-то другого этот чай может и категорически не подойти. Я соглашусь с Ириной, что касается лекарственного, оздоровительного применения, то здесь, на мой взгляд, это строго индивидуально для каждого человека. Да, мы используем растения именно как лекарства, в том числе и сильнодействующие лекарства, может быть, из растений использоваться. Но здесь мы вполне вправе говорить о той ситуации, когда пусть лучше еда будет лекарством, чем лекарство будет едой. Все растения, которые мы используем, они в той или иной степени какими-то лекарственными свойствами обладают. И многие растения мы вполне можем использовать именно как пищевые растения, именно как чайные растения. И вот это вот как раз та ситуация, когда пусть лучше еда будет лекарством, то есть это будет именно оздоравливающее действие. Все эти растения, которые мы используем именно вот в таком применении, они как раз именно растения универсалов практически все. Они не обладают каким-то конкретным сильным действием, но они обладают очень широким спектром действия. Они от одного, от другого, от третьего, от четвертого. Вот, например, такое характерное растение, которое часто мы используем, ну, может быть, не как чайную основу, но как чайную добавку, это зверобой. Одно из названий – это трава от 99 болезней. Пробовала я насчитать, я насчитала эти 99 болезней, и их на самом деле не все посчитала. То есть это очень широкий спектр действия. Это всего понемножечку как раз гармонизирующее воздействие получается. И вот как раз именно и пищевое применение, и именно чайное применение – это в первую очередь именно вот такого плана. Травы, которые не обладают сильным воздействием, но обладают очень широким спектром, как раз оздоравливают, гармонизируют организму в целом. Вот, плюс, опять же, эти травы, которые мы используем, в первую очередь, чайное применение. Ну, какие у нас требования? Эти травы должны быть вкусные, чтобы, когда мы их завариваем, это было вкусно. Они не должны приедаться. Вот, то есть, чтобы их можно было постоянно пить. Вот, ну и, собственно говоря, вот это вот общее воздействие гармонизирующее. Очень много у нас таких воздействий. Как чайная основа у нас используется, ну, в первую очередь, иван-чай. В общем-то, тоже как раз то же растение универсал, которое используется вот именно как чайная основа. В первую очередь, именно в ферментированном виде, как раз для получения более яркого вкуса, в первую очередь. В неферментированном виде иван-чай никакой, вот, абсолютно. В ферментированном виде, особенно используя разные способы ферментации, мы вполне можем получить разные чаи, которые не только сравнимы, но, на мой взгляд, на самом деле, во многом и обгоняют китайские чаи. Плюс чайные добавки, самые разные чайные добавки. Очень много растений, которые мы можем использовать именно как чайные добавки. Тот же зверобой, о котором я говорила, та же душица, о которой, в общем-то, тоже всем известно. Очень много других растений. Как чайные добавки, если мы как чайные травы, именно как чайную основу для широкого применения, мы используем категорически нетоксичные травы, которые в неограниченном количестве можно использовать, то именно как чайные добавки в небольших дозах иногда можно использовать и какие-то, скажем так, условно-токсичные травы. Именно потому, что они в небольшой дозе, и тогда мы можем получить не лечебный эффект, а именно скорее профилактический, гармонизирующий или какой-то ситуативный эффект. Например, то же самое валерьянку. Одно дело мы пьем как лекарственный препарат в каких-то тяжелых ситуациях, но иногда нас интересует какой-нибудь такой успокаивающий чаек. Туда буквально вот даже вот не ложки нет, а вот именно вот щепотку валерьянки добавляем. Она не дает вот этого вот яркого валерьянового вкуса, который многим не нравится, но дает именно вот это вот успокаивающее, скорее гармонизирующее воздействие. В малых дозах валерьянка, она работает не только как успокаивающий компонент и не столько как успокаивающий компонент, она работает как очень хороший мягкий адаптоген. Не дает стимулирующего воздействия, как классические адаптогены типа женьшини или утерокока, а именно вот помогает организму приспосабливаться к сложным ситуациям. Вот мы можем использовать, например, тот же багульник тоже, который, в общем-то, относится тоже к токсичным травам. Если мы его используем вот тоже как чайную добавку, кроме нормализации дыхательной системы, он тоже дает очень мягкий, стабилизирующий, успокаивающий эффект. В принципе, в общем-то, он не тормозит, он не усыпляет, он ничего не делает с давлением, он дает чувство здорового пофигизма. Это бывает иногда очень актуально. Хорошее чувство. Мы здесь, кстати, находимся сейчас на верховьях Волги, и у Ирины проходит семинар трав. Ирина еще обучает травничеству, и очень сердечные и добрые отзывы об этом. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.